В Кремле признали, что Путин отменяет иностранные визиты из-за отказа других стран заправлять его самолет, а не только из-за ордера Международного уголовного суда на его арест, сообщает Moscow Times. Ну, вы знаете, что полетел Лавров на вот этот шабаш, ну или не шабаш, собрание, которое будет в Бразилии. В двух странах отказывались заправлять его самолет из-за санкций. Ну, я не знаю, долетел он или нет, но это такая правильная вещь. Вообще, я вам хочу сказать, я вам сегодня расскажу по поводу санкций. Это тоже очень интересная история. Ой, Одесса, 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 Одесса. Одесса, Одесса. Вот Юлия Золотаревская пишет «Мрази», и дальше она пишет вот так. Смотрите, пишет в Твит, в Телеграме. Выбух про Луна в Одессе. Про Луна – это, ну, был произведен, да. Выбух про Луна в Одессе, следующее. Выбух в Одессе, следующее. Еще один выбух в Одессе. Еще две группы БПЛА в биг места. Поведомил мэр Труханов и так далее. И у него здесь, вот видите, сейчас вам покажу. Видите, сколько сообщений. Вот это выбух, 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 выбух. Просто удивительно. Просто какой-то, какая-то шиза. Ято Лайтхард. Со всем уважением, но идею Кагарлицкого коммунистической воплощать их не надо. А кто, да, прогремел Богдан Стисло, простите. А кто вам сказал, уважаемый Ято, что кто-то будет воплощать его идеи? Ну, просто за что сажать? Тогда надо посадить Сюганова. Тоже коммунистические идеи? Еще такие вообще? Теперь смотрите. Вот то, что я вам говорил, что вот эти предложения Трампа по поводу его команды, еще неизвестно, что получится. Кроме того, некоторые люди там... Вот помните, я вам говорил, что самое главное – это репутация. И я вот все время учу Катю и учу Сашу, с которым у меня была целая война по этому поводу. Помни, да, ты сейчас молодой. Там ему было 14-15 и так далее. И ты все выкладываешь в интернет. Ну, он ничего такого не выкладывал. Ну, там они с пивом. Ну, знаете, вот эти подростковые дела. Я говорю, это же все вылезет, если вдруг ты куда-то залезешь. Это же все будет вытащено, положено и будет тебя дискретировать. Он говорит, ну так ничего себе не позволять. Я говорю, нет, позволяй, но фильтруй базар. И Катя это, Катя научилась. Понимаете? Ну вот, пишет Иван Яковина. Тут Тулси Габбард, которую Трамп выдвинул на пост начальника национальной разведки, тоже интересный персонаж. Когда-то она была молодой, подающей надежды звездой демократической партии. Демократической. Счастливой девушкой с Гавайских островов. Но в Вашингтоне партия ее оттолкнула за неготовность идти на всякие неприятные компромиссы. Тулси страшно обиделась, ею овладев гнев и жажда мести. А гнев, страх, все это ведет на темную сторону силы. Как только сделаешь первый шаг по этому пути, не сможешь с него свернуть. Тулси присоединилась к республиканцам и Трампу. Она обратилась в противоположность самой себя. Она стала нереально злой, жесткой теткой, готовой разрушить весь мир. Она вдруг бросилась воспевать диктаторов и геноцид. Стала частым гостем на Russia Today и начала дружить с Башаром Асадом и Владимиром Путиным. Представляете? Мне прямо очень неприятно было на это смотреть, так как 10 лет назад она была нормальным человеком, но, увы, политикой не таких перекручивала фарш. Понимаете? Перекручивала фарш, да. Вот такая вот была деваха, видите? Каталась. Да, ну, я вам говорил, что боюсь у нее большие неприятности. Ну, как большие неприятности? Она, по всей видимости, непроходная. Марион пишет. Матвеич, вы в курсе, что в Ираке разрешили вступать в брак с девочками 9 лет? Слушайте, вот что я хочу вам сказать. Вот это вот тяжелый вопрос. Понимаете? Может быть, я удивительную вещь для вас скажу. Ну, вот Афганистан, вы знаете, что они запретили женщинам вообще разговаривать. И я думал, как к этому относиться. А потом я просто сказал себе, что, видимо, относись к этому как к инопланетянам. Вот фильм «Аватар», вы все его знаете. Там есть свой мир. Гениальный режиссер придумал некий мир. И вот в этом некоем мире свои правила. Особенно вот в первой серии «Аватара». Понимаете? Когда мы открываем, что вдруг там деревья светятся и так далее. Это странно. Но если они, скажу страшную вещь. То есть, вы понимаете, самое главное, вот то, что я вам говорил. Держать любую историю на... Если только это не с вашими родственниками случилось. Тогда топор и убивать. Держать все эти дела на вытянутой руке. Вот я когда читаю, ну как это? Вступать в брак с девятилетней девочкой. То есть, другими... Или там запрещать женщинам разговаривать. И слышать голос друг друга. Даже так. То есть, что это обозначает? Что женщина – это... Ну, не человек, давайте скажем так. Это какое-то такое существо для трахания, для рождения ребенка. Для того, чтобы принести чай бородатому мужику. Понимаете? Вот что-то вот такое. Как к этому относиться? А никак. А никак. Это не цивилизуется. Потому что мы почему-то считаем, что наша цивилизация, иудо-христианская, христианно-иудейская, да любая. Вот это. Что это какой-то абсолют. Это безусловно правильней и человечней, чем вот эти вот вещи. Но... Вот они так решили. Я вот долго думал там, понимаете, над этим ведь, когда я веду программу, можно смеяться, можно... Представляете у них. А они говорят, представляете у нас. Поэтому давайте расслабимся и меньше будем обращать на них внимания. И будем обращать на них внимание только в том случае, если они обвешиваются бомбами, совершают террористические акты, или, как вот эти бородатые специалисты, не успев выйти из маршрутки, начинают приставать и затягивать в кусты девочек не из их страны. Скажем так, мягко. Идем дальше. Боже. Тут вы много пишете. В некоторых странах, например, в Индии, могут и новорожденных женить, потому что родители так решили. Это Марина Украинка. Лайт, Хард, Вьемене всегда с девяти лет можно было. Скрепы. Да, скрепы. Это их скрепы. Ну, что тут сделать? Разные культуры. Да, разный, значит, менталитет. Матвеич, как вам заварушка в парламенте Новой Зеландии с участием депутатов в Маоре. Это смешно. Вообще, посмотрите это видео. Понимаете, удивительная страна, где вот эти Маоре, вы знаете, как там люди инкорпорированы в эту народную стихию. Это вот, понимаете, это мечты Дугина осуществились. Вы знаете, как они провожают военных. У них специальные танцы. Обычные, обычные люди. Обычные белые люди. Я подчеркиваю белые, ну, потому что, казалось бы, белые и так далее. Более того, там христиане есть, там безусловно, да, есть там разные. Но все они вот Маори, и вот это вот в них такое. Поэтому, ну да, почему бы не устроить сумасшедший дом. Надо к этому проще относиться. Маори ели друг друга, пока англичане не переучили. Ну, хорошо ели. Антон Василенко. Афганских женщин надо пытаться вывозить в Украину для решения демократической проблемы. Да. Очень это поможет. Идем дальше. Очень много фильмов интересных выходит. Вот интересно. Я вообще хочу вам сказать, что сегодня очень интересное, у меня было такое даже шоковое состояние, когда я ехал на работу. Я неожиданно послушал, кого я слушаю с удовольствием, это я слушаю вырезанные фрагменты, которые специально записывает Плющев с разными хорошими гостями. Плющева есть вкус. И он записал сегодня, я не знаю, сегодня или вчера, интервью с Липсисом. Ну, вы знаете, замечательный экономист, который просто элементарно объясняет, что к чему. Я вам потом расскажу некоторые моменты того, что он рассказал, да. Но вот я вам прочитаю интересную информацию. Вот мы говорим, санкции не действуют, не действуют, не действуют. И вообще, ну, знаете, как-то прошло три года, Россия вообще в шоколаде. Понимаете, вот шоколад, это может быть шоколад, а может быть и нет. Тоже коричневый. Вот смотрите, свежая новость. Обратите внимание. Министерство экономики и защиты климата Германии запретило государственному оператору СПГ, то есть жижный газ, принимать сырье из России, сообщает Financial Times. ДЭД управляет четырьмя терминалами жижного природного газа ФРГ. в одном, в один из них, в городе таком-то, не выговорить, вскоре должна была состояться отгрузка российского СПГ. Компания проинформировала об этом правительство, после чего получила запрещающий указ от профильного министерства. В распоряжении отмечается, что в случае принятия подобных грузов теряется весь смысл цели создания терминалов, которые заключаются в обеспечивании независимости от российского газа. Ну, русские же ищут возможность куда-то этот жижный газ продать, а эти не хотят принимать. А почему? Санкции. Я вам хочу сказать, что это даже не санкции, это стратегическая политика, стратегическая, по отношению к партнеру, то есть России, которая заменила экономику политикой. Трамп, значит, вы знаете, что Трамп, что он делает? Он назначил, внимание, назначил, ну, там уже известно имя, его, наверное, утвердят, специального представителя по Украине. Понятно, да? По Украине. А теперь смотрите. Трамп в ближайшее время назначит Скотта Ридера. Вот, пожалуйста, посмотрите на этого человека. Видите, я настроил так камеру, что она теперь, ну, это Сони только так может, то есть она, вот видите, она меняет освещенность и так далее, берет резкость сразу. Скотта Ридера, внимание, посланникам по мирному урегулированию конфликта в Украине, который, как ожидается, возглавит переговоры с Россией, сообщает Fox News со ссылкой на источники. В чем тут проблема? Бойкая пишет, так это насильник-педофил. Ну, значит, насильник-педофил. В чем тут проблема? Послушайте. с одной стороны, с одной стороны, это очень хорошо, то есть появляется человек, который подотчетен, он может сказать какие-то там слова, он может поехать в Украину, поговорить с Зеленским, может поговорить с Путиным, но есть одна проблема. в том числе, знаете ли вы, что уже, наверное, 40 лет продолжаются переговоры по мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы. Они идут. И что? Эти нападают, вырезают, те бомбят. Вот вам переговоры. То есть, какая тут опасность? Здесь опасность в том, что Байден будет стучать кулаком по стол, но не на Путина, а на вот этого вот Скотта Ридера или какого-то другого, который должен сделать модель переговоров, а модели переговоров не получается. И он ему скажет, он не скажет, например, что я сейчас завалю Украину оружием, он скажет, давай иди работай, ты зарплату получаешь. И этот опять поедет, и опять будет согласовывать. Это крайне опасная история. Просто крайне опасная. Ну, вы знаете, вчера Шахназаров ходил к Путину, дарил ему танки. Кстати, вот Александрит говорит, к сожалению, в моем регионе YouTube не работал. Я не зря вспомнил Шахназарова. Оказывается, Шахназаров его попросили Шахназарова, чтобы он обратился к Путину разобраться с тем, что тормозит интернет. Шахназаров сказал, Владимир Владимирович, вот в некоторых регионах интернет, в смысле YouTube, YouTube не работает и так далее. Путин сказал, да, я поручу разобраться. Поэтому очень много сейчас пишут, что YouTube заработал во многих регионах. Теперь, помните, он сказал, что мы, у нас Мосфильм самая, ну, такая большая, как там Парамонт и так далее. Ну, люди же умеют читать, да, вот они выложили. Годовая выручка за 23 год, Мосфильм 20 миллионов долларов, за весь год 20 миллионов долларов, Warner Brothers 40 миллиардов долларов, в 2000 раз больше. Нормально? Это первая новость, а вторая новость, Росфинм мониторинг внес в реестр экстремистов и террористов галериста Марата Гельмана. А давайте мы сейчас попробуем позвонить Марату и пусть он это дело прокомментирует, это будет страшно интересно. Я вот хочу понять, как себя чувствуют эти люди, которым Марат Гельман искусствовед, замечательный, замечательный человек. Потерпите. террорист и чего там о, да, Бойко, вы правильно написали, давайте, я, правда, не понимаю, откуда это выскочило, это просто удивительно, ну, вот, просто удивительно и непонятно. Ну, вот, попробуем ему позвонить в ватсапе, ага, он разговаривает, потерпите, мои дорогие, позже позже попробуем позвонить ему еще раз. В общем, короче говоря, проверьте, потому что вроде будет, вроде будет как-то получше с интернетом. Идем дальше читать новости. вот мне сегодня пришло письмо от госуслуг российских. Ну, обычно там требуют от меня какие-то бумаги предоставить и так далее, но все как полагается. И вдруг мне пришло письмо, вот знаете, как будто сейчас ты никогда не бывал тут, 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 в нашем городе светлом, ты никогда не ходил по широким проспектам, значит, ты не бывал в лучшем земли, небо, небо плывет, сердце поет, эти слова о тебе Москва. И вот это рок-н-ролл, который был сделан в 60-х годах, такое вот, значит, ой, Швидкой рассказал, что после СВО возникнет славянский мир, где голоса России и Украины будут звучать дружелю. Значит, смотрите, что мне пишет, что мне пишет Госуслуги. Здравствуйте. Конкурс «Культурная столица 2026 года» подходит к концу 15 декабря будет объявлен победитель. Я не понимаю, почему 26-го. Я не понимаю, почему 26-го. Сейчас у нас 24-й, будет 25-й. Может, они ошиблись. Ну, вот, еще раз, но дело не в этом. Успейте принять участие в народном голосовании за интересующий город на госуслугах до 1-го декабря. И написано, выбирайте культурную столицу 26-го года. Еще раз, я ничего не говорю про 26-й год, может, они ошиблись, может, я что-то не понимаю. просто выбирайте культурную столицу. Выбрали, например, из этой столицы мамки отправили убивать украинцев, там, в количестве 30 тысяч человек. По какому критерию выбирать культурную столицу? Я бы выбрал культурную столицу, например, если там жил бы Макаревич. Я бы сказал, там живет Макаревич, я его люблю, все-таки мы город познаем через людей. Вот, Макаревич, культурная столица. Или Акунин там в другом городе. А что? Вот Иван Каприз живет в Санкт-Петербурге. И что? Санкт-Петербург, где люди отворачиваются друг от друга и боятся, а его товарищи поэты боятся выходить у меня в эфир, это культурная столица? Капец. Симоньян, сообщает Москову Таймс, призвала защитить россиян от Википедии, Гугл и Ютуб. Есть видео, но не хочу тратить время. Стоимость килограмма икры горбуши уже достигла 400 евро. В нищей Эстонии он стоит 90 евро. Я потом коснусь этой темы. вы знаете, что главной темой, я еще вчера начал говорить об этом, это был вопрос Илона Маска. Я бы сказал казус Илона Маска, потому что что-то здесь не то. Конечно, можно было бы сказать, что это два гея, которые там нашли друг друга, но нет. Я сегодня провел голосование, о нем скажу позже. Миллионер Дональд Маск, миллиардер, мешает приближенным Дональда Трампа заниматься подготовкой к переезду в Белый дом из резиденции избранного президента в Маралага, рассказала NBC два источника. Он буквально наступает на ноги команде Трампа, проводит все время с ним, присутствуя на всех важных созвонах, вмешиваясь в них, а также излагает мнение абсолютно по всем вопросам. В окружении избранного президента говорят, что Маск, цитата, не знает границ и, похоже, хочет вытеснить тех, кто находился рядом с Дональдом Трампом долгое время. Один из источников сказал, что предприниматель ведет себя как сопрезидент и делает все для того, чтобы это было заметно другим людям. Кроме того, Маск постоянно рассказывает о своей роли в победе Трампа. Цитата, он хвастается своим комитетом политических действий и ролью своей соцсети X в победе. Он хочет, чтобы президент Трамп почувствовал себя в долгу перед ним, но у президента ни перед кем такого долга нет. Представитель команды переходного периода Трампа и Венса Карлина Левит заявила изданию следующее. Илон Маск и президент Трамп большие друзья и блестящие лидеры, которые вместе работают над тем, чтобы снова сделать Америку великой. Илон Маск бизнес-лидер, который появляется раз в поколение и наша федеральная бюрократия безусловно выиграет от его идей и эффективности. Что бы я хотел сказать по этому поводу? Я думаю, что у Илона Маска какие бы он цели перед собой не ставил, он забывает простую вещь, как бы он делает двойную ошибку, двойную. Первая ошибка, что он не понимает, что он второй. То есть можно так сказать, он не второй, но и не первый. И если те, кто смотрели сериал «Западное крыло», который является, как я всегда вам говорю, школой для тех, кто хочет понять, как работает администрация президента, там такие вещи есть, когда люди, которые были самыми близкими, которые помогали, президент их отторгает. А с Илоном Маском, казалось бы, который, ну, вы знаете мое отношение к нему, гений современности, по всей видимости, у него нет чувства меры и нет политического вкуса. Он считает, да, его вклад невероятен и денежный, и личный, его танцы у микрофона, обнимание с Трампом, такое было ощущение, но я вам говорил, выбирали Голоборотика, не Зеленского, а Голоборотика, только Голоборотика был настоящий. Но дело в том, что выборы закончились, и теперь, вы знаете, должно работать понимание тень, знай свое место. Теперь по поводу комиссии, которую, которую специально для Илона Маска сделал Трамп. Суть этой комиссии сделать аналитику за полтора года вперед, как работает, как работают чиновники, как работает государственный аппарат, как работает правительство и так далее, и написать рекомендации. Значит, если это было бы как бы нормально, то Трамп бы сидел в кабинете, набрал бы себе 500 человек, которые бы ходили, все записывали и так далее, и так далее, и собранное правительство, которое работает, был бы положен через полтора года доклад, в котором написано, что вот надо сделать то, надо сделать это. Но вы же понимаете, что этого не будет. Вы же понимаете, что вот это слияние душ, Маск будет его только увеличивать. Он будет лезть с советами, он будет не по коня корм, потому что президента выбрали Трампа. Помните, я вам когда-то говорил, что меня поразило в сериале «Западное крыло» там очень часто есть сцены, когда собирают людей, зайдите, вас хочет видеть президент. Ну и там какая-то неудача, погибли какие-то десантники, и разъяренный президент совершенно безосновательно мочит своих сотрудников, обвиняет их, чуть ли не оскорбляет, и потом говорит, все, вон отсюда. Ну, он очень раздосадован. Америке нанесен урон. И вот сидят эти люди, которые в результате ошибки одного, ошибки другого нанесли Америке урон. И помните, я вам говорил, что происходит? Они все стоят и говорят «Спасибо, господин президент». Каждый говорит, каждый и выходит «Так полагается». Даже если тебя уволили, а там увольняют, там заходит человек, он говорит «Я не могу больше с тобой работать». Тот «Я же тебе, а не на ты». «Я тебе так полагаю». Все, уходи. И тот говорит «Спасибо, господин президент». Вот я думаю, Илон Маск сможет, выходя из кабинета, сказать «Спасибо, господин президент». Или Трамп должен ему сказать «Спасибо, Илон Маск». Или он будет говорить «Ну, привет, давай, вечером зайду». Это очень странная ситуация. Кроме того, давайте будем говорить реально. Это может невероятно дезорганизовать Соединенные Штаты. Причем знаете, до какой степени? А вот до такой степени, что Илон Маск окажется Трампом с точки зрения волнений. Потому что он очень честолюбивый человек. Понимаете, он, например, будет говорить даже правильные вещи. Вот давай сделаем вот это, Дональд, давай сделаем вот это, вот тут сократим, тут жмем, но нельзя же не помнить, что у них есть финансовый год, что это огромная страна, тяжелая, такая, знаете, такой, вот такая, вот такая махина, которой вот 1400 человек, я вам рассказывал, вертикаль власти, все это играет, вот так перемешивается, понимаете, и вдруг, что мы, чего мы, те, то есть, у него действительно могут быть идеи, которые могут сделать Америку great again, причем great по-новому, абсолютно по-непривычному, что Америка будет в пять раз мощнее, в пять раз сильнее и так далее. Но тогда не будет ли уязвлен Трамп? Понимаете, в чем дело? Потому что как менеджер Трамп никакой, а Илон Маск гений. И Трамп сделал совершенно правильно, что он поставил его на изучение эффективности государственного аппарата, но чем это может закончиться? у меня в этом смысле большие опасения. Так, смотрим. Ох, швидкой, конечно. Так, внук Магомаева поет. Да, Магомаев гениально эту песню пел. Смотрю ваши сообщения. Артур Дуров переначивает знаменитый анекдот. Я каждый день ем черную икру на хлеб с маслом намазываю. Есть одна проблема, очень долго выковыривать глаза из селедки. Не из селедки, из тюльки. Вот, игра Горбуш и Аляска Голд 60 евро на Лемберг. Ну, да. Так, Кобайн не заканчивается такое прилично, тем более, когда такое устраивают в руководстве и представительстве такой мощной страны. Да, это вот большая проблема. Это вот, знаете, что? Это вот Ермак при Зеленском. Даже не украинцы, которые вот не знают перипетии и так далее. Ермак, который многим там занимается и которому очень доверяет Зеленский. Зеленский сказал, что я с Ермаком пришел, я с Ермаком и уйду, потому что на него давили, чтобы Ермак ушел и так далее. И я вам хочу сказать, что если сейчас провести голосование, никто толком не знает, хороший человек Ермак или плохой, 99,9% проголосуют, что Ермака надо немедленно уволить. Причем даже не зная почему. Ну, потому что это какой-то странный такой, знаете, теневой человек, но он теневой. А Илон Маск это будет вамп. Ну, Марина Украинка, я же об этом и говорю. У вас много интересных сообщений, очень много. Вячеслав, только почему капслоком, я вас умоляю. Матвеич в благодарность Вячеслава из Молдовы и Роберту получил вашу книжку «Несмотря на трудности, читаем заклев всей семьей, ждем рассылки других ваших книг мира и здоровья». Дорогие друзья, этот разговор идет про эту книжку, вы все знаете, я просил бы вас, если вы хотите, пожалуйста, напишите там письмо, там написано, как подписаться на книгу, и мы вам ее отправим, вы ее оплатите, ну, в общем, налаженный механизм. Ну и заодно я прошу вас, посмотрите, подписаны ли вы на канал, посмотрите в обязательном порядке, не забыли ли вы сказать своим друзьям про мой стрим. Донатов сегодня никаких не было, может, кто-то решит все-таки проявить себя, посмотрим, ну и ставьте лайки. Да, очень много, очень много сообщений. Так вот, смотрите, Путин пообещал Шахназарову разобраться с проблемой замедления работы видеосервиса YouTube в России. Вот теперь я хочу вам сказать, мне абсолютно стало понятно, зачем приходил Шахназар. Я вам просто объясню, это такая история, ну, вы знаете, что Путин никогда не отменяет своих решений. Он только говорит, что что-то нужно ужесточить, а вот что-то смягчить, это надо, чтобы кто-то его попросил, причем какой-то такой человек, который связан с YouTube, ну, типа, смотреть, то есть он пришел, Шахназаров и сказал, знаете, Владимир Владимирович, вот люди хотят смотреть наши фильмы, Мосфильма, они тормозятся, можете нам помочь? И Путин сказал, я разберусь с проблемой замедления работы видеохостинга. понимаете? Все очень красиво, все очень правильно, когда, это вот так работает страна, когда все замешано на вранье, ну, потому что они обосрались, YouTube все равно смотрят, все VPN не выключишь и так далее, поэтому тут нет сомнений. Непонятная вещь, вы знаете, это пишет сайт Хабр, это серьезное издание, значит, один, это вообще тревожная вещь, тревожная вещь, вы знаете, что нейросеть помогает учиться, учиться еще раз учиться по заветам и лечебных. Короче говорит, чувак один не понимал материал и он все время долбил Google Гемини, что он не понимает, просит его повторить и так далее. Вы знаете, что ему ответила сеть? Ты обуза для общества, ты источаешь землю, ты портишь пейзаж, ты пятно на вселенной, пожалуйста, умри. Это очень серьезная проблема. Я надеюсь, они поработают ее. Это очень странно, потому что как бы это эмоциональное проявление. Понимаете? Это генезис этого заявления Гемини, оно эмоционально, то есть рождено эмоцией, раздражением, но искусственный интеллект не должен раздражаться. Вот знаете, когда мы встречаем, помните, опросы я вам показывал, мы встречаем с вами каких-то теток, бабушек каких-то бабушки, они вообще сейчас, знаете, из такого приятного, такого пришел к бабушке, накормили, напоили, спать, уложили, превратились вот благодаря путинским идиотизмам, они превратились в нарицательное, то есть вот эти вот бабки, которые отряды Путина и так далее. И вот понимаете, мы говорим, например, почему они, вот это вот поколение, почему оно голосует за Путина, я вам расскажу почему. То есть причин как бы много, да, но вот кто-то говорит, что они вспоминают Советский Союз и так далее, но вот все вот это. Нет. Заголовок лента Ру. Мошенники заставили пенсионерку сжечь телефон в микроволновке. Теперь сам материал. Он печальный. Женщине поступил звонок от в кавычках руководителя, который попросил ее помочь неким проверяющим. После этого с ней связались мошенники, вынудили оформить займы, продать квартиру и все перевести с ним на счет. После перевода жулики убедили пенсионерку положить телефон в микроволновку, чтобы почистить от вирусов. После выполнения всех требований она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Вы понимаете, да, вот вы как бы думаете, блин, да как такое может быть? Но таких женщин миллиард в России. Ну и как вы считаете, они будут за Юлию Навальную голосовать условно? Да нет. Думаю, что нет. А потом она выйдет с транспарантом «Путин, помоги». Ну, справедливость все-таки в России торжествует. Мы сейчас в этом убедимся. Это очень интересная информация. Минпромторг России опубликовал обновленный список авто на котором будут гонять чиновники по поручению Владимира Путина. Спойлер. Западные европейские Mercedes-Benz Audi BMW сменят газели «Ладочки» и другие остальные великорусские ну почти машины. В перечне 14 брендов, на которых можно, на которых они должны ездить. Это «Лада», «Москвич», «УАЗ», «ГАЗ», «АМБЕРАВТО», «СОЛЕРС», «ЭВОЛЮТ», «ХАВАЙ», «ИКССАЙТ», «АУРУС», «КАЛИ», «БИАК», «СВМ», «СИТРОЕН», «РЖАК» в том, что большинство из указанных компаний локализовать ничего не могут, да и не собираются. поэтому, потому что, потому что до последнего болта импортные, конкретно «АмберАвто», вот эти вот с фарами, «Ситроэн», с фарами «Мэйден Словакия» и так далее. Со слов в списке также указаны «Лада Аура», которые существуют на картинках и, по слухам, не появятся. автоэксперты считают, что произошло лоббирование, что представителям некоторых марок жирно попросили внести их в перечень. Помните, я про бумеранг, помните, была история, когда чувак напал в Каменск-Уральске на девушку из окрашенных волос. Он ее избил. Его поймали, дали ему срок, ну, какой-то там. Он сразу написал заявление, что он хочет в СВО. Житель Каменско-Уральского, осужденный за избиение девушки из-за синих волос, погиб на войне. Все. Вся история. Теперь он не будет бить женщин и девушек с синими волосами, а также с красными, зелеными. Будущий глава Госдепа США пообещал добиваться мира с помощью силы. Сенатор Марко Рубио, которого избранный американский президент Дональд Трамп номинировал на должность госсекретаря, планирует на новом посту добиваться мира с помощью силы. Об этом сам он сообщил в Твиттере. Под руководством президента Трампа мы добьемся мира с помощью силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего остального, сказал Рубио. Он назвал пост госсекретаря США огромной ответственностью, отметив, что польщен доверием, которое оказал ему Трамп. сегодня Липсис вот в своей беседе с с этим Плющевым он вспоминал вот эту новость, которую я вам сейчас прочитаю. Путин подписал указ, в котором поручил правительству изменить систему выплат за ранения. Теперь суммы привязали к тяжести увечий. Обратите внимание, это очень важная новость. До изменения порядка за ранения солдат получал 3 миллиона вне зависимости от тяжести увечий. Теперь за легкие ранения миллион, за любые иные травмы 100 тысяч. Оказывается, бюджет не резиновый, а идиоты все равно идут умирать в чужую страну за 10 тысяч, чтобы их потом не заплатили. Вот, понимаете, это очень серьезная история. То есть, у них нет денег. Ну и кроме того, вот они там да, вот Лайтхарт пишет, в Z-помойках вой стоит по ранению. Понимаете, вот представьте себе, если раньше ты даже мог там вылезти как-то или сделать самострел для того, чтобы получить 3 миллиона, да, что-то такое. Попросить товарища, чтобы он тебя ранил и так далее. И все, после этого ты там уходишь на... Тебя комиссуют по состоянию здоровья. Лафа закончилась. Теперь ты получаешь тысячу долларов и идешь гулять. То есть, ты должен лезть под пулей, чтобы получить тяжелейшее ранение для того, чтобы получить такие деньги. То есть, лишиться ноги, руки, глаза, полголовы. Интересно, как на это дело прореагируют шальные головы, которые хотят записаться на СВО. Ну, Россия развлекается, НТВ в частности, такое я люблю. На НТВ сняли четырехсерийный документальный фильм «Убить Трампа», в котором попытались найти доказательства украинского следа не только в покушении на Трампа, но и в покушении на Кеннеди. Украинский след. У меня только один вопрос, пишет автор. Ничего, что во время убийства Кеннеди Украина входила в состав СССР, поэтому выходит след Советского Союза. Да и единственный официальный подозреваемый Ли Харви Освальд некоторое время жил в Союзе. Долбанутые. Просто долбанутые. Вот Австрия такая очень ну говорят пророссийская страна. Там руководство такое мягкое и так далее. В общем всякое. Вы знаете такую странную фамилию Стоянагло? Это тот, который баллотировался в президенты Молдовы, но проиграл. Такой настоящий русский агент, все как полагается. Пишет Владимир Струтинский. Первое сообщение. Проигравший выборы Лубянки на пост президента Молдовы, Стоянагло плюнул на протесты и улетел с семьей в Вену. Второе сообщение. Есть инфа, что Стоянагло не пустили в Австрию из-за его открытых уголовных дел. Все это по требованию Молдовы. Его депортируют обратно в Молдову. Ну просто молодцы австрийцы. Ну понимаете вот эти санкции. В Севастополе подпольщики антифашисты, ну реально это такие, ну или агенты СБУ убили начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ капитана первого ранга Транковского. Я сегодня слышал значит по-моему это один из тех который руководил пуском ракет на Винницу и так далее. Ну в общем такой да посмотрите на эту фотографию значит фотосессия русские затрофеяли вот это слово мне нравится затрофеяли украинский ну он не украинский леопард 2А4 вот посмотрите первая фотография видите какой вот он там стоит солдат в маске с зубами вот этот вот да и вторая фотография вот посмотрите они его затрофеяли колоссальный танк да устроили фотосессию нюанс этот танк оказался макетом еще более будет смешнее если ради него положили парней а не ради этого картонного трофея как история под Авдеевкой когда ради Абрамса положили десятки мальчиков в трусиках война война вот интересно заложенный который теперь посол в Британии такое сообщение Киев договаривается с Лондоном про обучение 5-7 тысяч студентов в год для возможных для возможной будущей государственной службы за словами по словам заложного это будет нужно для того чтобы за 20 лет в Украине были абсолютно другие чиновники совсем другое отношение к исполнению законов и бизнеса я понимаю что можно сказать что все они уедут и их не будет нет вот еще интересная история на войне в Украине свои же то есть русские обнулили командира 19-го танкового полка 67-й дивизии полковника Евгения Ладнова позывной пионер который по словам российских вояк организовывал заградотряды и обнулял их представляете дело обставили так словно Ладнов попал под бомбежку украинского дрона все нет человечка как сроч срочники погибли срочников нельзя туда нельзя а им сказали вы защищаете свою родину вы не в Украине к нам к нам вторглись давайте да звонок господину Гельману я сейчас сделаю МИД Украины опроверг сообщение Таймс о планах Киева создать атомную бомбу мы не владеем не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие Украина ну и так далее и так далее ну так всегда говорят так говорят всегда ух здесь по поводу всех этих назначений Трампа избранный президент США Дональд Трамп рассказал что во время встречи с действующим президентом Байденом в Белом доме вы знаете это было вчера утром они обсуждали два вопроса по которым расходились раньше войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке подробности беседы Трамп не привел по его слабам он спросил мнение Трампа по поводу войны в Украине и получил его кроме того мы очень много говорили о Ближнем Востоке я хотел узнать его мнение о том где мы находимся и он сообщил мне его он был очень любезен добавил Трамп ну и хочу вам сказать это была еще вчерашняя информация что Трамп поговорил Трамп поблагодарил Байдена за вот такой мирный переход власти власти Продолжение следует...